первоначально нужно избавиться от упаковки я рад что всем понравился мой обзор распаковки посылки надеюсь будет полезна и сборка детальки сборного гнезда распечатаны распакуем теперь детали арены а вот и наш старый знакомый ваш любимый ножичек с помощью него мы вскроем скотч связывающую упаковку крупных деталей фармикария вернем ножичек на его место и извлечем панельки из пленки некоторые покупатели жаловались что им прислали явный брак панельки грязные все в царапинах мол ну ровно все как тут вы сейчас видите на экране однако простым движением руки мы отрываем защитную пленку и вот панелька преобразилась и как видите весь брак и царапины исчезли кстати привет всем для облегчения сборки используйте инструкцию все ссылки на нее будут под видео изучите внимательно инструкцию особенно эту схему и тогда проблем у вас не возникнет начнем со сборки гнезда ничего сложного пойдем слева направо в начале найдите эти детали установите их в пазы на материнской панели далее панельки с круглыми отверстиями первая и вторая завершает вертикальный ряд панелька которая будет служить внешней стенкой готова теперь ряд горизонтальный верхняя панелька отверстием к левому краю устанавливать надо строго в пазы далее нижняя панель торчащий деталью наверх дырочка также с левого края а теперь еще проще этой выемкой наверх и выемкой же к правому краю 1 2 3 4 и 5 всего 5 деталек далее установим деталь к лестнице две штуки уложим их таким образом в образовавшуюся выемку поправим все но вот гнездо практически собрано очередь за шахтой увлажнения уложим язычок таким образом он будет связующим звеном между основной шахтой и пробиркой автономного модуля не забудьте про сеточку из нержавеющей стали она устанавливается с правой стороны основной губки и послужит преградой и защитой от неутомимых мандибул ваших питомцев перед установкой смочите на на губку это облегчит вам ее укладку в непосредственно в шахту увлажнения поправим язычок разровняем и можем закрывать ну вот и все практически мы закончили самую сложную часть сборки муравьиной фермы кристалл осталось закрутить гайки не спешите если мелкая моторика у вас не развита и пальцы напоминают сардельки попросите помощи у более тонкопалых ваших членов семьи подтяните гаечки мы не рекомендуем сильно перетягивать их во избежание повреждений хрупкого акрилового стекла не советуем использовать при сборке формикария отвертки стените пальцами и этого будет достаточно теперь установим заслонки перекрытия устанавливая отверстием внутрь вы открываете доступ к секции и соответственно перевернув заслонку и установив ее вот таким образом вы перекрываете доступный этаж я хочу оставить открытыми три этажа потому первую и вторую заслонку устанавливаю отверстием внутрь остальные этажи я перекрыл приступаем к сборке арены положим гнездо лицевой частью на стол и первоначально установим панель дна в пазы на гнезде готова на очереди стенки тоже ничего сложного и вряд ли тут можно что-либо перепутать на одной из стенок установим деталь люка рекомендуем устанавливать люк внутрь арены так вы случайным образом не откроете лючок задев его ненароком затяните люк специальной гаечкой такая гайка случайно не откручивается но прежде чем наложить эту панель установите заднюю стенку формикария и вот уже арена практически готова теперь необходимо скрепить все специальными деталями шасси и болтиками с гаечками не суетимся и не торопимся наворачиваем гаечки если сложно одновременно удерживать болтики и крутить гаечки можно удерживать болтики при помощи небольшой отвертки но еще раз предупреждаю не переусердствуйте терпеливо устанавливаем все шоссе и протягиваем гаечки обжимая стенки формикария чтобы стенки не болтались и не было между ними щелей ваше терпение вознаграждено и вот все готово очередь за крышкой как собрать люк рассказывать не стану и так все довольно наглядно эти е или ша образные детальки служат для фиксации модуля автоувлажнения устанавливаете их так как это делаю я после сборки наверняка у вас останутся лишние гаечки или болтики или может быть какая-то деталька не пугайтесь и не пытайтесь их срочно куда-нибудь вставить или вкрутить эти детали ложатся в комплект на всякий случай на случай если вдруг ну сами понимаете а теперь десерт модуль увлажнения заполняете пробирочку остывший кипяченой водой и свернув полоску на на губке рулончиком не глубоко и не сильно плотно установите пробирку теперь установим пробирочку в модуль пошли пузырьки это значит что автономное увлажнение у вас заработало губка начала потреблять влагу высасывая воду из пробирки модуля пополняйте пробирку до тех пор пока всасывание влаги не остановится следите за уровнем воды в этом модуле и проблем с влажности у вас не будет никогда фармикарий полностью собран и готов к заселению кстати почему он получил название кристалл вы теперь понимаете пью чай за ваше здоровье и откланиваюсь спасибо за внимание спасибо что покупаете формики от 4 анс это поддержка каналу муравьиные хитрости ну а кроме того это на сегодняшний момент лучшие муравьиные фермы в мире в данном классе и данной ценовой категории ну а ну а ну а ну а ну а ну а ну а